Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости на телеканале ТДК-42. В студии работают Сергей Уланов и Яиша Киреева. И перед выпуском вы узнаете о главных событиях этого дня. Сегодня на отчетной встрече об исполнении республиканского бюджета председатель межилиса Нурлан Нигмантулин акцентировал внимание на недопустимости манипулирования бюджетными средствами. Нашествие гнусов. Комары и мошки просто атаковали жителей города. Дезинфекционисты же считают, все дело в погодных условиях. Какое лето в итоге нас ожидает, выясняли наши корреспонденты. В Западно-Казахстанской области родственники погибших в смертельном ДТП, которое произошло 2 июня на трассе Уральск-Аксай, требуют навести порядок в пассажирских перевозках. Председатель межилиса Нурлан Нигмантулин акцентировал внимание на недопустимости манипулирования бюджетными средствами. В межилисе свои отчеты об исполнении республиканского бюджета за 2016 год презентовало правительство и счетный комитет. Как отметил Нурлан Нигмантулин, некоторые субъекты квази-государственного сектора, имея на счетах немалые суммы, запрашивают новые миллиарды для того, чтобы сохранить объемы получаемых бюджетных средств на следующий финансовый год. При этом, по словам спикера Межилиса, госорганы идут им навстречу, потому что это позволяет им отчитаться о полном освоении бюджета. Впервые валовый внешний долг превысил уровень ВВП. За пятилетний период он вырос в три раза. Теперь это свыше 165 миллиардов долларов. Заметьте, большая часть займы национальных компаний. С виду это коммерческий долг, но ведь мы понимаем, что если эти компании будут не в состоянии рассчитаться, платить придется из бюджета. Рост долга идет из-за того, что эти компании уже второй десяток лет находятся не под контролем. При этом на обслуживание госдолга потрачено больше, чем на нужды образования. Затраты на обслуживание долга увеличились за четыре года почти в восемь раз. При этом необходимо учитывать, что помимо возврата привлеченных денег, государство платит и за обслуживание долга. Так, за 2016 год эта сумма составила 523 миллиарда тенге с ростом в 1,7 раза по сравнению с предыдущим годом. Считаем, необходимо ввести ответственность за принятие решений об осуществлении заимствований для покрытия дефицита бюджета, размеры которых превышают индикаторы экономической безопасности страны. Аудиторы вновь доложили о громадных объемах нарушений. Общая сумма нарушений, выявленных счетным комитетом, составила больше одного триллиона тенге. В 2016 году у компании квази-государственного сектора получили из бюджета более 300 миллиардов тенге. При этом в это же время у них на контрольных счетах наличности лежало 110 миллиардов тенге остатка. К сожалению, национальные компании в Казахстане напоминают государство в государстве. Там царит свой порядок и свои законы, поэтому контроль над этими компаниями неэффективен. По словам депутата Перуашева, квази-госсектор это дыра, которая не контролируется. В прошлом году из бюджета госхолдингам и нацкомпаниям было выделено 304 миллиарда тенге, а обратным бюджетом поступило 36, то есть в 9 раз меньше. Это не взаимовыгодное сотрудничество государства и холдингов, а какой-то банкет за госсчет. Досталось и счетному комитету. Деятельность органа, подчиняющегося непосредственно президенту, регулярно вызывает вопросы у обывателей. Хотя он то и дело выступает с громкими разоблачениями, его выводы далеко не всегда становятся для чиновников руководством к действию. Счетный комитет фактически предлагает правительству готовые рецепты по сужению потока нарушений финансовой дисциплины, но почему-то виновные не несут наказание. Ни одного обращения вашего в судебную инстанцию, хотя вы единственный в стране, уполномоченный государственным органом законодательным, который может обратиться напрямую с иском в суд. Более за того, даже по тем материалам, которые вы передаете, они не доходят до суда. Всю работу сводите к пресс-релизу, прокричали на всю страну про многомиллиардные, сотни миллиардов. Там похитили, здесь похитили, а в результате тапшик. И последнее. 36 миллиардов тенге не были освоены. Причиной – изменение условия договоров и отставание от графика работ. Почему чиновники даже не пытаются полностью освоить бюджет? За всю историю суверенного Казахстана не было ни одного случая, чтобы все планы выполнялись вовремя. При этом каких только мер не предпринималось, чтобы минимизировать недоосвоение. Дошло до того, что начали отрезать от бюджетных заявок на будущий год столько, сколько не освоили. Не помогло. Уральцы начали получать жилье по программе «Нурлыжер». В числе счастливчиков, правда, пока одна семья. Это объясняется тем, что новая государственная программа начала свое действие только с начала года. Как получить квартиру от государства? Насколько теперь новое жилье станет доступным для казахстанцев? Расскажут наши корреспонденты. За последние 12 лет в Казахстане реализовано несколько жилищных программ. Все они были направлены на решение одной глобальной задачи – сделать жилье доступным. С течением времени неоднократно менялись условия, операторы, механизмы финансирования и направленность господдержки. Апогеем работы правительства стала программа «Нурлыжер», в которую были интегрированы все ее предшественники, включая жилищную часть «Нурлыжол» и программу развития регионов до 2020 года. По условиям программы субсидируется часть вознаграждения застройщику на этапе строительства, а также субсидируется ставка вознаграждения конечному покупателю жилья через ипотеку. В результате клиент погашает только 10% годовых из общей ставки вознаграждения, которая складывается из базовой ставки Национального банка, плюс 5%. Последние годы ипотека не особо пользовалась спросом, но после того, как программа «Нурлыжер» начала свое действие, все должно измениться, говорят представители ипотечных организаций. Ведь одной из целей новой программы стало возрождение жилищного кредитования, потому как нынешняя ипотека – это высокие проценты и жесткие входные условия. Получить жилье в рамках программы могут абсолютно все слои населения, и для этого даже не обязательно иметь депозит. Достаточно, чтобы на руках было 30% первоначального взноса от общей стоимости квартиры, и все. Также воспользоваться программой могут жители аварийного жилья, которого в области 43 единицы, и ветхого. Его насчитывается порядка 200. Это будет, я думаю, очень хорошая помощь нашим застройщикам. В первую очередь, во вторую очередь, это тем людям, которые долгожданно хотят, ждут свое жилье, хотят получить низкие процентные ставки, выгодные условия. Я думаю, в данном случае это будет всем выгодно. Выгодно – не то слово, говорят застройщики. Программа «Нурлыжер» значительно помогает удешевить затраты на строительство домов, а людям проще будет его в итоге приобрести. Обсуждение этой программы шло с прошлого года. Учитывались все предложения руководителей строительных компаний. В итоге получилось то, что нужно. Еще пока никто не начал, но мы только планируем в этом году хотя бы один дом начать по программе «Нурлыжер». Сейчас у нас есть несколько земельных участков, начинается проектирование домов. Мы думаем, что к осени хотя бы один дом уже по этой программе начнем достраивать. Эльмира Улпакова пока единственная жительница Уральска, которая сегодня получила ключи от трехкомнатной квартиры. Женщина не скрывает чувства радости. В Казахстане достаточно программ, с помощью которых можно получить доступное жилье. Его, кстати, в прошлом году в Уральске получили порядка 1 тысячи человек. На сегодняшний день в очереди стоят 17 тысяч 666 человек. А у новой программы большие перспективы, и она будет пользоваться спросом у населения, прогнозируют специалисты. За пять лет по всей стране в рамках программы планируется ввести порядка 53 миллионов квадратных метров жилья, на что потратят 769 миллиардов тенге. Олег Великий, Даурен Десюмбиев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Легендарный 63-летний актер Джеки Чан признался, что всегда мечтал переехать в Казахстан и заняться здесь кинематографом. Напомним, Джеки Чан прилетел в Астану для участия в Казахстанско-китайском кинофестивале. Шесть полнометражных фильмов, в том числе боевик китайской звезды «Доспехи Бога» в поисках сокровищ будут показаны на этом мероприятии. Новый фильм с Джеки Чаном повествует о приключениях профессора археологии в поисках потерянного сокровища. Его жизнь похожа на сюжеты его фильмов. На съемках он постоянно рисковал и даже был на волосок от смерти. Джеки и его команда каскадеров занесены в черный список всеми страховыми компаниями, поэтому он сам выплачивает компенсацию коллегам. За опасные трюки, которые актер выполняет без дублеров, он заслужил зрительскую любовь. За свою карьеру Джеки получил около трех тысяч травм. Беру в черепи Чана закрывает пластиковая пластина, а правое ухо почти не слышит. Его бедра однажды были раздавлены между двумя транспортными средствами. По его словам, он все равно любит снимать фильмы в разных странах. Более десяти лет назад посол Казахстана в Гонконге как-то рассказывал мне о тех богатых ресурсах, которыми обладает Казахстан. У меня всегда была мечта приехать в Казахстан и заняться здесь кинематографом. Природа Казахстана настолько впечатлила меня, что я немного боюсь испортить ее, снимая экшн-сцены для своих боевиков. Свою необычность Джеки Чан проявил еще до рождения. Его мать была беременна им почти целых 11 месяцев. Наконец она обратилась к врачу, который сделал ей кейсеровое сечение. Вес ребенка составил 5 килограммов. После рождения родители собирались продать маленького Джеки, принимавшему роды акушеру, за 26 долларов. Сейчас Джеки спит по 4-5 часов в день. Он убежденный вегетарианец. А местные журналисты спросили у китайской звезды о знакомстве с казахстанской звездой. Как-то случайно я включил телевизор и увидел такого прекрасного певца Димаша, который выступал со своим необычайно красивым голосом. Поразил всю публику, в том числе и меня. Потом я узнал, что он оказывается мой фанат. Я был очень рад с ним встретиться. Я верю, что в будущем он станет также большой звездой кинематографа. В юности Джеки Чан столкнулся с тотальным безденежьем. Тогда-то ему и пришлось сняться в фильме для взрослых. Своего прошлого он не стесняется и смотрит на подобный опыт философский. В большое кино он попал как спарринг-партнер Брюса Ли. А когда Джеки Чан стал известным и объявил о намерении жениться на своей девушке, две его фанатки покончили с собой. Кстати, единственному сыну актер не дает ни копейки из отцовского состояния, оцениваемого 130 миллионов долларов. Боржан Шехмед, Ганизат Успанов, телеканал ТДК-42 из Астаны. Всего два дня остается до одного из самых грандиозных событий этого года – открытие международной выставки Экспо. Из Западно-Казахстанской области мероприятия посетят сотни людей. Некоторым из них выпала возможность принять непосредственное участие в самой выставке. Наши корреспонденты встретились с некоторыми участниками и узнали, как идет подготовка к мероприятию. Грядущее масштабное событие Экспо-2017 для многих западно-казахстанцев стало стимулом к работе над новыми проектами. Основная тема выставки «Энергия будущего» дала возможность проявить фантазию юным ученым. Здесь и зеленая экономика, энергосберегающие и нанотехнологии. В Уральске над изобретением всего этого активно трудятся в научно-образовательном комплексе Казы-Ту. В целом, к масштабному событию преподавательско-профессорский состав вместе с юными учеными готовится порядка пяти лет. Специалисты рассказывают, что было очень много идей, но для участия в международной выставке пришлось отобрать три самых надежных проекта. Это 3D-проектирование по строительству умных домов, блокчейн и нейроинтерфейс технологии. Больше года студенты научно-образовательного комплекса Казы-Ту работают над научными проектами. Здесь развернулась настоящая лаборатория. Один из таких проектов – вот это интересное устройство, которое называется «Нейроскай». Оно определяет эмоциональное состояние человека. В будущем планируется довести устройство до того состояния, что оно сможет определять и желание. Юные ученые Амир Ками и Сергей Руднев, трудившиеся над этим изобретением, уверены, что нейроинтерфейс технологии, связывающий компьютер и человеческий мозг, станут определением будущего. «Нейроскай считывает импульсы мозга, передавая их на компьютер. Компьютер отображает сигналы. Вот это сырой сигнал, поступающий на компьютер. Здесь обработан идет спектр. Чем выше спектр, тем более активен мозг. Если у человека, допустим, дельта сигналы, как сейчас, значит, он уставший, он хочет спать. Если альфа, то он не очень внимателен. Если бета, то это такое среднее состояние, рабочее состояние. Гамма-состояние – это состояние, когда человеческий мозг активен очень, когда он много думает». Для удобства разработали и мобильную версию аппарата. В дальнейшем нейро «Скай» планируется усовершенствовать. «Можно уже обустраивать дома, квартиры относительно этого. То есть человек заходит, может, допустим, одеть этот, так называемый, шлем. И квартира сама уже будет знать, чего хочет человек. Автоматически может быть настроен кофе, автоматически, допустим, включен душ». Все работы проводились под контролем научно-преподавательского состава. «В рамках подготовки этих проектов участвовал ряд ученых нашего комплекса. В первую очередь это Кибальников Сергей Владимирович, Шишкин Виктор Васильевич, Харитонов Петр Тихонович, Умбетов Булат Хабибулинович. Эти ученые, Аяхов Алибинауханович, Эти ученые внесли большой вклад в развитие именно и подготовку этих проектов». Экспо-2017 – событие не только научного, но и культурно-массового характера. Поэтому в нем примут участие представители конно-спортивной школы. Они отправятся на Экспо в начале августа. Именно это время определено днями Западного Казахстана. На мероприятии участники смогут продемонстрировать национальные игры, обычаи и традиции, а также принять участие в соревнованиях. «Наши спортсмены будут показывать там свои выступления по семим видам спорта. Это Аударспах, Тингелю, Кукпар, Жамбату, Казах-Крюс, там есть мужской состав и женский состав, а также Туас-Хмалах. Сейчас выбираем лошадей, более подготовленных, отбираем спортсменов, так как на Экспо будут выступать только сильнейшие спортсмены». До открытия выставки остается совсем немного, поэтому остается пожелать участникам удачи. Марина Горбок, Ерба Ломаншин, Александр Грабури в ТДК-42. Далее в выпуске мы представим вашему вниманию не менее интересные события в специальном видеообзоре. Промышленный лов рыбы весеннюю и осеннюю путину в предустивом пространстве Каспийского моря может быть запрещен. В Министерство сельского хозяйства РК отправлено письмо, подписанное Акимом от Ираусской области, с просьбой упорядочить лов на море. Но нужно, чтобы этот вопрос изучили ученые и вынесли свое заключение. Полностью ввести запрет на море или отодвинуть зону рыболовства дальше в море, чтобы рыбаки ловили только морские виды рыбы, такие как кефаль, килька или селедка, сообщил на брифинге заместитель руководителя управления сельского хозяйства области Ербулат Кадимов. В предыдущие годы лов в предустивом пространстве был полностью запрещен. В последние годы лов узаконили, что не позволяет рыбе зайти в Урал на нерест. Ученые выражали тревогу, что таким образом вылавливается не только крупная, но и мелкая рыба, попадающая в сети. Министерством внутренних дел пресечена преступная деятельность Бахаджана Мусаева, который, выдавая себя за высокопоставленное должностное лицо и создавая у граждан ложное представление о своих подлинных намерениях, обещал трудоустроить за денежное вознаграждение на госслужбу и другие органы. В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по факту самовольного присвоения звания представителя власти или должностного лица, занимающего ответственную государственную должность, сопряженного с совершением на этом основании других преступлений. В настоящее время проводится проверка на причастность подозреваемого к другим преступлениям. В Западно-Казахстанской области родственники погибших в ДТП, которое произошло 2 июня на трассе Урайск-Оксай, требуют навести порядок в пассажирских перевозках. В результате страшной аварии на месте скончались три человека. Еще одна женщина умерла в реанимации. После ДТП полицейские ужесточили контроль на трассах. Автовария, случившаяся вечером 2 июня на трассе Урайск-Оксай, до сих пор будоражит западно-казахстанцев. Два автомобиля «Фольксваген-Шаран», в салонах каждого из которого находилось по шесть пассажиров и водитель, столкнулись лоб-лоб. Жительница «Оксай» Марина Рогова была пассажирской красного автомобиля «Фольксваген-Шаран», 22-летний водитель которого погиб в автокатастрофе. Именно его, по предварительным данным, считают виновником ДТП. Этот беспредел надо заканчивать, надо как-то бороться с этими шаранами. Кто-то должен контролировать эти поездки, эту скорость. Кто несет за это ответственность, за жизнь нас, простых граждан. Брат 36-летней Оси Нурмановой Нариман считает, что оба водителя не соблюдали скоростной режим. Иначе столкновение удалось бы избежать. Родственники погибших в этой аварии просят руководство города и области обратить внимание на эту трагедию и сделать все возможное, чтобы подобного больше не повторилось. У меня сестра сидела на заднем ряду, в середине. Была пристегнута. Но удар был до такой степени, что ремень безопасности отрвала. Родственники пострадавшей высказывают большие претензии к работе сотрудников скорой помощи, медиков районной больницы. У некоторых погибших пропали золотые изделия и вещи. Прождали два часа, пока ее подняли. Сказали, рентген головы будем делать. У нее рассещение было, брови. Вот. А потом сказали, ждите, ждите, на операцию готовим. Сказали, рентген делай. Потом вышли, сказали, что у них рентген не работает. Какой-то снимок сделали, и у них ничего не показывает. У них сломанный рентген, аппарат сломанный. Потом ждали врачей, хирургов каких-то, я не знаю. Не было никого, ни хирурга не было, никого не было. Потом сказали, ждите, она нормальная. Сейчас спустим, спустим, спустим. Потом сказали, успокоили. У меня отец, слушай, сердечник, он 12 должен на операцию ложиться. Сказали, спустим, спустим. Тут через два часа сказали, уже вышли, сказали, что она скончалась. В местной полицейской службе заявили, что сейчас возбуждено уголовное дело по статье 345, часть 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц, назначен ряд экспертиз. За 2016 год нам было пресечено более 1000 административных правонарушений, связанных с нарушением перевозки пассажиров и без соответствующих документов. В текущем году было пресечено более 300 аналогичных правонарушений. После страшной аварии, которая случилась 2 июня на трассе Уральск-Оксай, полицейские сделали свои выводы. Сейчас усилен контроль за проезжающим транспортом, который перевозят пассажиров. В полиции отметили, что очень часто пассажир уводят водителей от ответственности, заявляя, что они не брали с них денег за поездку. Поэтому необходимо знать, что для перевозки пассажиров у таксиста должны быть договор, патент и специальный талон. Но даже эти документы не дают гарантии стопроцентной безопасности на наших дорогах. Роман Копняев, Нурлан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК-42. Собачатинки не хотите? В Уральске расчленяют собак и вынимают у них внутренности. Для какой цели, думаю, ни для кого не станет загадкой. Неделю назад в эфире нашего телеканала выходил новостной сюжет о шокирующем инциденте, где съемочная группа обнаружила останки животных в гаражном кооперативе «Победа». После чего к факту расследования живодерства присоединилось и общество по защите животных, которые обратились в органы прокуратуры и ДВД с заявлением о возбуждении уголовного дела. Как события развиваются дальше, вы узнаете в следующем сюжете. Вот уже почти две недели Алена Трегубова не может найти справедливости. После обращения совместно с защитниками и волонтерами в прокуратуру и ДВД им дан ответ, что дело переадресовано в ОВД. Но по удивительному стечению обстоятельств сотрудники МПС без заявления уже выезжали по данному факту и при осмотре не обнаружили на месте происшествия следов преступления и дали комментарий в одну из газет города. Но съемочная группа телеканала решила удостовериться в этом личном и также отправилась в то место, где обратившиеся видели, что хозяин гаража держит приспособление для расправы над животными и выбрасывает останки в мусорные баки. Мне бы хотелось сказать, что это действительно тот контейнер, который он отсылал нам вечером, нам волонтерам. Это действительно тот контейнер, но только там собака совсем другая. Потому что перевернули, сейчас там еще вторая собака. Мы провели опрос у владельцев гаражей, но многие с удивлением отнеслись к взлополучной находке. Хотя запах в этой округе стоит далеко не приятный. Вчера мне кто-то говорил по телефону, мне знакомая женщина говорила, я говорю, в Победе гараж продаю. Она говорит, у вас там в Победе, я по интернету читала, что собак кто-то там вас резал. Я говорю, я понятия не имею, не слышала. А сейчас вот вижу, что... После официального обращения в правоохранительные органы прошло уже больше недели. Но несмотря на большое количество обратившихся и свидетелей, это дело по непонятным причинам не торопится расследовать. И теперь заявители проводят собственное расследование, фиксируя опрос свидетелей, где выясняются новые факты. Парень у себя в гаража застрелил его. А вы отбух знаете, что он застрелил? А потому что он застреляет собаку. Ему звонят, он ездит, собаку стреляет. Я вам это даже могу сказать. А кореец за деньги, получается, сдает ему, да? Кореец? Куда вот этот кореец за деньги? Нет, они мясом поделились. Чего здесь вот это объяснять, блин? Понятное дело. Он прикрывается своим султаном. Я ему сказал. А кто такой султан? Ментом. Редакция телеканала также обратилась с официальным запросом на имя руководителя ДВД с просьбой дать комментарий в отношении расследования данного дела. И неоднократно пыталась дозвониться до пресс-секретарей. Но в ответ услышали абсолютное молчание и игнор ситуации. Видимо, закон о СМИ не распространяется на учреждениях, в котором его должны исполнять. Пока никаких результатов нет. Мы все предоставили милиции. Как бы и аудиозаписи, и фотографии, и свидетели все опрошены. Все. Кто был в этом гараже. Но пока никаких действий со стороны милиции нет. Ни ответа, ничего. Письмо в ДВД было направлено 10 дней тому назад. На данный момент никаких вызовов к следователю, нас не вызывали, никаких оповещений не было. Хотя, в свою очередь, мы готовы сотрудничать и помогать следствию в установлении жестокого обращения с животными. Чем же закончится эта зловещая история и смогут ли журналисты с заявителями получить ответы на свои вопросы – пока загадка. Хотя спустя столько времени все следы преступления могли уже давно замести. Остается вопрос – кому это было выгодно? Комары и мошки заставляют горожан сидеть дома. Несмотря на проводимую работу дезинфекционистами по борьбе с гнусом, в городе наблюдается огромное количество комаров и мошек, которые так и норовят укусить прохожих и полакомиться свежей кровью. Специалисты оправдываются, что причиной такого большого количества гнуса – в благоприятной погоде для размножения этих кровососущих насекомых. С наступлением летнего сезона горожане все чаще выходят на улицы города для того, чтобы прогуляться и отдохнуть от офисов и квартир. Но оказываясь на улице, горожане попадают под угрозу кровососущих насекомых, которые только и ждут новой жертвы для того, чтобы утолить свой аппетит. В этом году очень много комаров и мошек. Мы живем в парковой зоне. Гулять вечером вообще невозможно, особенно безветренную погоду. Комары сейчас в городе основном в вечернее время и вообще и мошки страшно. Невозможно в вечернее время ходить там, прогуливаться или по свежим воздухам. Очень много их кусают, они детей всех. Все ходим чешемся. Ну неприятно, конечно, это. Побыстрее бы избавились от них. Борьба с комарами и мошками началась в апреле месяце и продолжится до конца лета. Это обусловлено тем, что за летний период комары плодятся 3-4 раза. На сегодняшний день идет второй этап работы, который предусматривает обработку против окрыленной стадии на территории 6000 гектар. Из них обработано более 1000 гектар. Энтомологами устанавливаются места, где и ведутся противогнусовые мероприятия. Это парки, лесные зоны и рощи. В основном это парки, лесная зона, рощи. Чаще у нас, вот лиственные зоны по городу, в основном вокруг города. Идет локализация от комаров. Внутри города, вот сейчас оговорюсь, внутри города мы как бы обработку не ведем. Есть внутри города определенные места, вот Хаанская роща, Переволочная роща, вот такие места, вот лиственная зона, где есть вот леса, деревья. Специальные места, где вот они отмечены молниями специалистами. А вот точечно ходить по каждому району, обрабатывать как бы не разрешается, потому что этот химический препарат имеет воздействие на человека негативный. Генеральным подрядчиком в борьбе с комарами и мошками выступает частное медицинское учреждение «Дезинфекция», которое борется с кровососущими насекомыми с помощью двух ветрогенераторов и ранцевых опрыскивателей. Работа ведется ежедневно с 9 часов вечера до утра. Руководство учреждения отмечает, что большому количеству комаров и мошек поспособствовали погодные условия. При этом существует проблема финансирования. Сумма финансирования на протяжении пяти лет не меняется, 49 миллионов, и препараты вырастут в цене, потому что препараты ни одна фирма не выпускает их в Казахстане. Все это покупается за рубежа, проценты, а все в долларах идет цены. Поэтому проблема с этим вопросом. Надо пересмотреть давно. Работа по борьбе с кровососущими насекомыми будет вестись все лето. При этом обработка будет вестись согласно графику, а также по эпидемиологическим показателям. Специалисты охраны общественного здоровья советуют гражданам не расчесывать укусы, так как это может привести к воспалению. Рекомендовано обрабатывать укусы антибактериальными средствами. Конечно, предоставляет им множество неудобств, так как в местах укуса появляется зуд, раздражение, могут привести к аллергии. Необходимо беречь себя, одевать только закрытые вещи. Очень часто надо пользоваться фумигантами, то есть именно кремами, которые отпугивают комаров. Стоит отметить, что препараты, которыми пользуются борцы с гнусом, бессильно против мошек. А те средства, которые могли бы их уничтожить, не по карману нашим дезинфекционистам. Сергей Ланов, Мохамбин Консултанов, Рустам Джумашев, ТДК-42. В Уральске подвели итоги широкомасштабной акции «Требуй чек, выиграй приз». Как заявляют организаторы, проведение такой акции является одной из форум народного контроля в целях сокращения размеров теневой экономики и стимулирования добросовестной конкуренции среди предпринимателей. В Департаменте государственных доходов с помощью компьютера путем случайного выбора чека были разыграны три мультиварки. В качестве утешительного приза «Утюг». Мультиварка будет. Поздравляем вас. Мы с вами свяжемся, сообщим время, когда можно будет получить приз. Акция проводится второй год подряд. Стоит отметить, что граждане активно принимают в ней участие. Только за май месяц в акции приняли участие 761 человек. На розыгрыш призов они отправили почти 7 тысяч чеков. Данная акция будет проводиться до конца года. В связи с этим всех граждан просим активно участвовать в данной акции. Главный приз – автомобиль. И желаем всем успехов, чтобы выиграть автомобиль – главный приз. Городское кладбище Уральска превратилось в свалку. Горожане возмущены. Они платят большие деньги за участок и саму процедуру погребения, а получают при этом некачественные услуги. При этом частные кладбища сияют чистотой. Наши корреспонденты отправились на место захоронения усопших, чтобы своими глазами увидеть беспорядок. Кладбище в Уральске уже составляет площадь 100 гектаров. Погос на Свистунгоре уже превратился в мини-город. Люди умирают ежедневно, а каждому из них нужно выделить участок в несколько квадратных метров. Кристина Новокшонова приезжала на кладбище в родительский день. Увидела кучу мусора, но подумала, что их не успели убрать. Женщина очень удивилась, когда мусор остался на месте до середины июня. Меня возмущает то, какой творится здесь бардак. Родительский день был два месяца назад практически. С этого места ничего не изменилось. Вот вы сами видите, что здесь куча выше даже моего роста. И так на протяжении какого-то промежутка туда дальше на кладбище. Здесь очень грязно, никто не убирается. Меня интересует вопрос, и чтобы был какой-то решен на этот вопрос, кто этим занимается, куда уходят деньги, которые платят люди за похороны. Ну кого на балансе именно это место, ведь это городское кладбище, а не городская свалка. Большие претензии у горожан вызывает место расположения городского кладбища. И ситуация не меняется довольно долго. Дороги, отвратительные дороги. Если здесь льет дождь, то здесь на машине не проехать, а пешком только в резиновых сапогах. Больше никак. И многие даже были на вашем случае, что когда льет дождь, мы на родительский день, получается, что не можем приехать. В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства беспорядок объяснили просто. Проводился конкурс на определение подрядной организации. Тендерные процедуры уже не впервые становятся причиной волокиты в решении городских проблем. В настоящее время определена подрядная организация по обслуживанию и содержанию городских кладбищ. В настоящее время вместе с подрядным организацией был обследован территория городских кладбищ. И дано предписание по уборке строительных мусоров, а также веток, листьев и прочее. Подрядным организацией является и по ОРОТО. В городском отделе ЖКХ заявили, что сейчас объявлен конкурс на проведение работ по благоустройству городского кладбища. Здесь планируют установить ограждения, сделать дороги и провести обваловку территории. Роман Копняев, Нурлан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК-42. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. Еще больше полезной и интересной информации на нашем сайте www.tdk42.kz. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА